Всем привет, это канал Let's Code, меня зовут Андрей, и сегодня мы с вами продолжаем писать приложение Logistic. Наконец-то случилось то, чего вы все так долго ждали, мы уходим от фронтенда больше в работу с бэкэндом. Почему мы так долго задержались на первой фазе? Потому что я хотел сделать нормальный интерфейс, в котором удобно будет просматривать все вещи, которые необходимо нам будет реализовывать. По большей части тот базовый функционал, который нужен для тестирования и отладки, он уже есть, и мы его далее будем только дополнять. Больше у нас всякой интересной фигни теперь будет происходить именно на бэкэнде. И начнем мы с наведения порядка в тех частях, которые я еще не успел сделать, это все будет тоже только про бэкэнд. На фронтенде мы сделаем одну небольшую правку. И пока у меня загружается приложение, перейдем в браузер. Кстати говоря, напоминаю, что все ссылочки, которые я буду показывать в видео, они будут присутствовать в описании к этому самому видео, вместе с информацией о том, как можно поддержать канал. Кстати говоря, выражаю огромную признательность всем тем, кто уже поддерживает мой канал на Patreon и здесь на YouTube. Кнопочка «Спонсировать» появилась возле кнопочки «Подписаться». Ваша поддержка очень мотивирует меня продолжать снимать эти видео, а не прятать их где-нибудь за отдельные деньги на Udemy и так далее. Кстати говоря, там же под видео имеется информация о том, где можно пообщаться со всем нашим сообществом. Это ВКонтакте, Дискорд, Телеграм и прочие всякие платформы. А также ссылочка на мой второй канал, где я по четвергам обычно провожу стримы, где мы общаемся, а бывает, что даже и код пишем. И вот пока я лопотал, тут у меня все загрузилось и даже автоматически обновилось. Переходим на вкладочку «Карс» и видим самую большую проблему, которая меня так беспокоит. В нашем списке автомобилей, где мы к каждой автомобиле привязываем какую-то роль, типа вот машина Андрея, машина Шефа, Майка, Главбуха и так далее, мы видим только модель машины, но не видим марку. Соответственно, нам бы хотелось видеть марку и модель вместе по одной простой причине. Модель может иметь одинаковое название у разных марок, прецеденты в этом мире были, ну и плюс как бы не все знают, что Corolla это Toyota, хотя хер бы знал. И надо как-то здесь расшифровать, но с тем, чтобы сделать эту вот обняжку, у нас сразу стоят две проблемки. Первая проблемка, с которой мы будем сейчас разбираться, это проблема N+, а вторая проблема, это у нас нет удобного метода, чтобы передать сюда этот самый representation, который мы хотим отображать здесь в виде связки двух полей. Но пойдем по порядку. Первым делом нам нужно убрать кое-какой мусор, который остался в прошлых видео. Давайте перейдем в исходные коды и сразу выполним все, что нам необходимо, все правки в JavaScript, чтобы вас больше не мучить. Переходим во вьюхи и во вьюшки для машин в Carlyst нам нужно удалить вот эту штуку, потому что модели мы уже больше не используем, собственно, они сереньким здесь и подсвечивались. Мы их вызываем через диалог, нам не нужен этот выпадающий список. И второе, что нам нужно сделать, нам нужно посмотреть, а действительно ли у нас есть эта самая проблема N+, о которой я столько уже наговорил. Мне сразу идея подсказывает, какие параметры мне нужно вывести, потому что я их недавно вводил, я же готовился и все такое. И, соответственно, здесь мы выставляем такое свойство в Application Properties, это Spring GPA Show SQL True. И у нас сейчас после перезапуска влоги начнут выпаливаться дичайшим образом все SQL-запросы, которые Habernet генерирует к базе данных в ответ на наши действия. Так, очищаем лог, чтобы было лучше видно, и обновляем страничку. Радостно бежим в логи и тихонечко офигеваем, сколько у нас тут запросов получилось. Во-первых, мы видим, что мы запрашиваем машинки, а далее мы видим какие-то совершенно непонятные запросы на то, чтобы получить еще и модель. Вы спросите, какого лешего что происходит? А давайте вместе с вами разберемся. Пойдем в Java Code и посмотрим, какой код мы там с вами накалякали. И вспомним, что не туда я пошел, что в машинке у нас присутствует модель. Эту модель мы стерилизуем как Combo List Item. Посмотрим, что у нас возвращает сервер. В контенте очень хорошо сейчас можно увидеть. Вот она, пожалуйста, модель. Наша самая N плюс 1 проблема, она стрельнула здесь в полный рост. Вообще, как бы N плюс 1 немножечко смущает, потому что... Что это означает? N плюс 1 — это количество записей плюс одна дополнительная. Перевожено в русский язык. Называться она должна 1 плюс N. Здесь вот этот запрос... Сейчас еще разберемся, что это такое. Но самое главное, вот он. Первый запрос, с помощью которого мы запрашиваем все наши автомобили из вот этого вот списка. После того, как мы получили весь список, нам нужно серверизовать модель. Но этот запрос, он модель не вернул. Если мы посмотрим внимательно, здесь у нас есть ID-шник, у нас здесь есть модель ID и название машины. Все, больше ни хрена нету. А нам нужна модель целиком. Соответственно, HiberNet собирает из вот этого вот запроса, который мы получили, все вот эти вот ID-шники от модели. И для каждого из них в цикле... Ну, потому что как бы он не сразу их все получает, а идет поочередно. И для каждого из них потом генерирует отдельный запрос, чтобы его серверизовать. И, соответственно, получает, что данный запрос у нас возвращает 7 записей. Это тот самый N. Вот каждый из этих запросов потом выполняется отдельно. Это вот наша кучка N, а это вот наша 1. Соответственно, вот он. N плюс 1. Говорю, лучше бы его назвали 1 плюс N. Было бы честнее. Ну, вот разжевал. И если я что-то здесь сильно рассусоливаю, пишите в комментариях. Просто некоторые из вас жалуются, что я мало рассказываю. Ну, буду нарезать видосы мельче. Проблему мы выявили. Теперь ее надо бы разрешить. Но самое интересное, что данную проблему мы с вами уже решали. Ну, естественно, с теми, кто смотрел мои другие плейлисты. У меня есть плейлист сарафан, где мы делали эдакую социальную сеть. И там как раз я разбирался с таким замечательным зверем, как Entity Graph. Ссылочка, кстати говоря, на этот видос сейчас появилась наверху экрана. Она же будет в описании к видео. Если что-то еще релевантное на эту тему найду, я также заброшу это и в подсказочек сверху, и в описании к видосу тоже. Так вот, в этот раз нам можно Entity Graph и эти самые не строить, вот такие сложные, именованные, да, где они здесь есть-то. Такой небольшой, у нас там посложнее были. Мы можем использовать встроенную возможность, которая также есть из коробки в этом самом хайбернете. Итак, создадим этот самый Entity Graph. Копируем аннотацию со странички, которую я вам указал, и чешем сразу в репозиторий. Мы можем его удобно настроить, так как у нас все разделено. Но по сервисам, по репозиториям мы знаем, где что искать. И только для этого репозитория мы сейчас возьмем из-за override метод findAll. И нам нужен вариант, который спейджable, потому что мы же погенацию настроили уже, мы же крутые. И вот она, эта самая погенация. И вставляем сюда этот annotation Entity Graph. Нажимаем Ctrl-P и видим, что у нас тут выскакивают варианты, что мы можем сделать. Есть value, type и так далее. А есть атрибу path. Вот давайте провалимся в исходный код и посмотрим документацию. Если у вас как бы не так выглядит здесь филху, кнопочка по-любому появится, в которой будет download source, вот ее нажмите. Самое интересное здесь нас поджидает в разделе attribute paths, где мы можем указать, какие сущности нам нужно догрузить. Соответственно, их можно указывать прямо через точку, если здесь прочитать. Что это означает для нас? У нас у машинки есть поле, которое мы хотели бы подгрузить. Поэтому делаем attribute paths в фигурных скобочках. Мы можем несколько их указать, но нас интересует один. У машинки есть поле, которое называется модель. Окей, берем эту модель и вставляем сюда. И далее этот граф, он настолько гибкий, что мы можем поставить здесь точечку и у нее указать mark. И тогда у нас будет подгружаться и модель, и марка. И все это будет в одном запросе. Давайте проверим, правильно ли я все сделал и накосячил ли я где-нибудь, как обычно. Загрузилось. Идем. Смотрим, чего у нас тут генерится. Результат вернулся. Запрос здесь один. Осмотрим, что у нас получилось в логах. И, о чудо, мы видим, что действительно запрос один. Сейчас уже не очень удобно читать, а вдруг что-то не так у нас подгрузилось. Кстати говоря, ну-ка, если глянем сюда. Да, все так же, как и было. Только единственное, что у нас здесь rapid, а марки все еще нет. Ну, мы же просили. Давайте проверим, что оно все корректно отрабатывает. Делаем опять Spring. JPA Properties. Hibernate. Здесь уже автокомплета никакого нет. Здесь Format SQL. Здесь нужно запоминать. Можете сохранить это где-нибудь себе в гистах. Сейчас перезагрузимся и посмотрим, насколько сейчас нам легче жить-то станет. Сразу идем в браузер и перезагружаемся. Так, все отработало. И, о чудо, действительно, запросы теперь отформатированы. Первый нам не интересен. Это список марок для списка выпадающего. Почему он здесь выпрыгивает? Это отдельная история. Мы же вроде все убирали. Наверное, где-то просто зацепляется. Ладно, это не столь существенно, как существенно та часть, что запрос-то у нас действительно стал крутым. Он содержит у нас сразу парочку джойнов. И все это, заметьте, без каких-то хитрых прописываний именованных антирографов. Мы просто указали, что мы хотим для машинки подгружать поле модель и у него подгружать поле марка. Супер. N плюс 1 мы победили. Теперь мы имеем просто 1. Окей. Переходим дальше. Теперь нам нужно победить вторую проблему. Как нам вытащить название марки в список машин? Ну, с этим немножечко попроще. Здесь нам пригодится замечательная возможность, которая появилась в 8-й Java, которую все мы так дружно ненавидим. Так как это у нас интерфейс, мы, конечно же, можем определить дефолтный метод интерфейса. Сейчас у меня полетят всякие непотребные вещи, типа кусочков дерьма. Что, мол, Андрей, что ты творишь? Это не канонично. Это зло и так далее. Ребятушки, я с вами полностью согласен, но объясняю, почему я пользуюсь именно этим инструментом. Это единственное, по моему мнению, место, где эти самые дефолтные методы применимы. Я не использую никаких внешних зависимостей. Я не создаю никаких идиотских решений внутри. Я просто создаю дефолтный метод, который создает fullback. Я добавил данный метод, и он, соответственно, появляется у всех-всех наследников, которые имплементируют данный интерфейс. И у меня нет необходимости сейчас идти каждому из них прописывать его, потому что нужен он, по большому счету, только для машины, ну и, может быть, для других сущностей, которые далее появятся. Что будет делать этот самый REPR? Он будет генерировать representation, то есть какое-то строковое представление для всех объектов, которые наследуются. Ну, в смысле, имплементируют этот интерфейс. По умолчанию я задал поведение, что если мы не задали иного, то представление на экране у нас будет соответствовать имени объекта. Для тех, для объектов, для которых важно иметь что-то другое, мы, соответственно, его и создадим. Проваливаемся в эту самую модель, и ничего здесь не меняю, просто добавляем новый метод. Оверайдим его из getRepresentation. И все, теперь здесь у модели у нас будет нормальное представление, которое мы пишем string, формат. Добавляем строчку, которая будет содержать марку и модель. И теперь ее заполняем. Берем name. Он должен быть на втором месте. Mark и getName. Соответственно, теперь, когда мы будем запрашивать этот метод, единственное, что нужно держать в голове, что вот этот метод, он у нас здесь присутствует. Если мы выдергаем, мы вызываем потенциально проблемы. То есть нам нужно либо все это выполнять в пределах одной сессии и генерировать лишние паразитные запросы, либо нам придется entity-графы прописывать. Ну, так как мы сами управляем своим кодом, мы должны за этим сами и следить. Если же мы его не дернем, соответственно, никакой ленивой подгрузки у нас не будет разрешаться, и как бы париться не стоит. Давайте попробуем перезапустить и посмотрим, что нам придет теперь на клиента. Обновим страничку. И что мы видим? К нам прилетел весь контент. Все нормально пока отображается. Единственное, что видим, теперь у нас у модели появилась representation, skoda rapid, то есть нормальное полное название, ровно как мы и хотим отобразить. При этом запросов новых у нас никаких не сгенерировалось. Но если мы посмотрим, допустим, на модель, то у нас тут возникает очень неприятная ситуация. Нам здесь абсолютно не нужно никаких дополнительных representation, потому что у нас здесь и так name, mark присутствует, но в список у нас попадает этот самый гребаный representation. Соответственно, мы получаем лишние данные там, где они не нужны. Для этого мы можем здесь повесить аннотацию jsonignore. Опять-таки, тот редкий случай, когда она действительно полезна. Никогда не вешайте, если вы хотите где-то ограничить, не ограничить поля, в зависимости от ситуации, то есть динамически менять состав полей. Если вы хотите такое сделать, используйте jsonview. Опять-таки, у меня и про это есть видосик в сарафане, и ссылочку я сейчас показал вверху, справа на экране, и она же есть в описании к видео. Почему я здесь сам тогда использовал jsonignore? Потому что есть две сущности. Когда мы будем рендерить данный объект в виде модели просто, то у нас должны отображаться только те поля, которые нам действительно нужны. Это id, name и марка. Но если мы хотим отображать это в виде интерфейса ComboListItem, то у нас должен присутствовать representation. И все зависит именно от того, в каком виде мы запрашиваем Джексона эту самую сущность. Если мы запрашиваем как модель, то он идет по полям класса модель, и видит, что здесь есть jsonignore, и он его не будет запрашивать. Давайте проверим. Мы сейчас находимся на вкладке Model, обновляем список и смотрим полученные результаты. Контент. И видим, что здесь у нас representation нет. Но если мы перейдем в машины, посмотрим тот же самый список, и увидим, что в контенте у нас этот самый гребаный representation вполне себе присутствует. Это ровно то поведение, которое мы хотели получить. Магия, скажите вы. Соглашусь, я да. Это магия. Когда мы запрашиваем список моделей, у нас идет сериализация класса Model, где есть jsonignore. Когда мы запрашиваем список, где он есть, car repo. Так, нет, в машине, да. Где мы json указываем, что мы сериализуем это как класс combo list item. А в нем, как мы знаем, на git repo ни хренашеньки не висит. И gitignore, соответственно, сам по себе игнорируется. Повторяюсь, сильно этим не увлекайтесь. Это все ООПшные фишки, которые очень сложно потом понять, отследить и разрулить. Я же вам показываю, что они существуют, и, ну, наверное, чтобы вы видели, насколько это сложно, потом будет разгребать вам. Если сейчас сложно понять. Окей. В принципе, любой инструмент, он хорош ровно настолько, насколько вы можете его понятно реализовать. Следовательно, сейчас мы почти все реализовали. Нам нужно только немножечко поменять отображение списка машин. То есть здесь вместо name мы указываем repo. Нажимаем Ctrl-Shift-F9. Дожидаемся обновления контекста. И нажимаем F5. И видим, что теперь у нас машины отображаются совершенно нормальным способом. Но у нас остался вопрос. Сейчас мы запросили список моделей. Он, конечно же, у нас пришел без лишних репрезентейшенов. Но если мы заглянем к себе в логи, то мы видим, та же самая n-plus-1 здесь присутствует в полный рост. Вы скажете, ага, сломал. Все виноват твой get-reper. Нет. Скажу я вам, опять-таки. Потому что, как вы помните, в самом начале у нас и в машине присутствовали эти самые паразитные n-plus-1. Почему? А потому что здесь вот мы указали JSON-identity-reference, что мы это рендерим как ID. И, соответственно, здесь срабатывает тот же самый принцип. Когда мы обращаемся к объекту как к классу, что происходит, когда мы запрашиваем список этих самых моделей, у нас отрабатывает аннотация с этого поля. Если же мы рендерим список объектов через ComboListItem, у нас, соответственно, никакого запроса этой аннотации не происходит. И мы рендерим это все просто как идентификатор. То есть, ну, все отрабатывает вообще самым дефолтным деревянным способом. Следовательно, если мы хотим разобраться с этой проблемой, нам нужно опять пойти в наш репозиторий. Это у нас модель. Да, модель. И здесь, опять-таки, уже по откатанной схеме генерируем, точнее, override-метод findAll, тот, который с pageable. И ему создаем, опять-таки, entity-graph, у которого указываем attribute path и пишем, что мы бы хотели получить что? Хотели бы получить марку. Обновим. Перезапустим, точнее, приложение и посмотрим, что у нас получается в итоге. Решим ли мы здесь эту самую гребаную N1. Обновляем все в браузере. Все вернулось. Все хорошо, все красиво. И запросов ровно то количество, которое мы ожидали увидеть. Следовательно, проблемку N1 мы победили во всем нашем приложении и теперь мы готовы к тому, чтобы победить ее во всех следующих наших вьюхах. Беда лишь в том, что это нужно держать в голове и ручками постоянно прописывать. Ну, а вы что хотели? Чтоб компьютер все за вас делал? Хренушки там. Надо уметь. И к разработке подходить осознанно и трезво. Ну и второе, что мы победили, мы смогли объяснить нашему приложению, как мы хотим отображать представление того или иного объекта. И для этого нам достаточно просто у нашей домины сущности заверайдить метод getRaper, что-то там понакалякать. И если он у нас, соответственно, нужен не всегда и может вызывать всякие дополнительные подгрузки, повесить на него джейсон игнор. Но это, в принципе, лучше даже по дефолту делать для объекта. С чувством выполненного долга я хотел бы еще раз поблагодарить всех патронов, которые поддерживают канал здесь на Ютьюбе и на Патреоне. Ребята, вы крутые. Спасибо вам огромное. А всех остальных я хотел бы пригласить, присоединиться, стать спонсорами, если хочется. Ну, а если как бы не хочется ввязываться в долгосрочные отношения, вы всегда можете прийти на стрим и задонатить там для хорошего настроения мне. Стримы проходят на втором канале, ссылочка на который есть в описании к видео. Там же вы можете найти ссылочки на все наши чаты, в которых собирается наше сообщество в Телеграме, в Дискорде, даже во Вконтакте там бывает иногда беседы возникают. Еще есть там ссылки на всякие зен и прочие-прочие интересные радости. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что поставили лайк, подписались. Пишите код, развивайтесь. Всем спасибо, всем пока. Что-то беспредел, прям какой-то все звонят, все пишут.